Малый и средний бизнес всегда были одной из важных составляющих жизни курорта. Больше половины налоговых поступлений в городской бюджет идут именно от представителей малого и среднего бизнеса. Сейчас таких предприятий в Сочи зарегистрировано более 32 тысяч. За полгода мы мобилизовали вместе с предпринимательской средой, мобилизовали в бюджеты всех трех уровней, федеральный, краевой и городской, 12,5 миллиардов рублей. Крым за полгода мобилизовал 9,5 миллиардов. После Олимпийских игр, когда поток туристов увеличился почти вдвое, в сфере услуг курорта появился дополнительный потенциал. Сейчас, к примеру, новые горнолыжные курорты нуждаются в парикмахерских магазинах, одеждах, аптеках и даже точках по продаже мороженого. Город заинтересован, чтобы все эти свободные ниши заняли местные бизнесмены. Так налоги будут оставаться в Сочи. Плюс ответственности перед городом у местных жителей больше, подчеркнула Анатолий Пахомов. Обсуждали и изменения в законе об аренде муниципального имущества. С нового года разместить временный коммерческий объект на территории города сможет только тот, кто выиграет конкурс. Конкурсы на получение земельных участков для размещения временных торговых объектов будут проводиться исключительно открыто. И в этих конкурсах будут принимать как общественные организации, так и сами те, кто принимает участие в конкурсе, чтобы никаких не было даже подозрений о том, что они где-то несчестно проведены. У коммерсантов было возможно задать вопросы и представителям ресурсоснабжающих компаний. К примеру, у предпринимателей много претензий к Сочи-Водоканалу. Бизнесмены жаловались на завышенные тарифы, как на воду, так и на подключение к сетям. Глава города пообещал, со всеми проблемами будут разбираться и власть, и прокуратура. Подобные встречи договорились проводить регулярно. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ».